Приветствую вас, и первое, с чего стоит начать, это то, что вы явно не удовлетворены от общения со своим мужем. Муж не дает вам всего того, что вы хотите, как женщина. Вы сами пишите, что между вами минимум нет страсти, той былой страсти, и вы, фактически, ищете вот этой самой страсти у другого человека, у другого мужчины. И именно по той причине, что у вас потребность в нем, а мужчине вы и так сильно переживаетесь. Потому что, с одной стороны, вам хочется, чтобы мужчина был с вами, и удовлетворял бы ваши потребности, да? С другой стороны, вы чувствуете себя оскорбленным. До тех пор, пока вы не решите вопросы с мужем, с вашим мужем, пока вы не определите, можно ли ваше отношение взвести в степень полноценных или нет, Вы так и будете зависеть от любовника и искать новые объекты своей страсти. Просто потому, что у вас не удовлетворенность. Тут необходимо поговорить с мужчиной, со своим мужчиной, с мужем, и постараться как-то, постараться как-то прийти к такому решению, чтобы устраивало вас собой. Вы можете быть здесь честны и сказать ему, что, значит, вам не хватает его внимания, не хватает его тепла, и, собственно, вы хотите видеться с ним чаще и больше. Соответственно, если не получится, то вам нужно с ним расходиться, потому что определенно никакого удовольствия, никакого счастья вам за молитву в плане интимной личной жизни не приносит. И это поражает вот такие вот ситуации. Такие вот негативные ситуации для вас. Дальше. Вы воспринимаете на свой счет поведение своего любовника. Но на самом деле человек изначально поддался, можно сказать, соблатному. Поддался соблатному с вами, так как хотел вас, и это действительно искренность. Это действительно честность. И он просто не давал вам надежд ложных, не давал иллюзий ложных, и всячески старался, чтобы вы не вкладывали в отношения больше, чем он считает приемлемым. Почему? Потому что опасно от вас, что вы начнете за него бороться и расскажете его жене. Может быть, потому что боялся сам влюбиться в вас. Но, как касается фактов, мужчина вел себя с вами честно. И эта честность никак не характеризует вас, как недостойную, там, некрасивую, нежеланную женщину и прочее. То есть, не нужно здесь перенимать все на себя. Но, тем не менее, у вас есть неуверенность в себе. Она у вас имеется. Заверенность в себе связана с тем, что вы, не желая как-то влиять, выстраивать отношения со своим мужем, ищете более легкий путь, способ удовлетворения своих потребностей, тем самым порождая еще больше проблем. Вполне возможно, что от некоторых из них вы бежите, не желая встречаться с ними лицом к лицу, не желая их признавать, познавать, тем самым искажая картину своего мира, своего восприятия. И, исходя из этого, нужно в первую очередь понять, почему вы в себе сомневаетесь. То, что сомнения в себе есть, это, безусловно, понятно. У вас же правда по поводу того, что мужчина вас оскорбил, унизил, то, что вы ревнуете его к жене, ненавидите, все это неуверенность в себе, потому что, по сути дела, мужчина ввел себя так, как и положено ему было вести в его положении. Но вы все равно испытываете негативные эмоции. Негативные эмоции эти связаны с тем, что вы не можете пережить того факта, что человек вас отверг. Мужчина вас отверг. И хотя он изначально вас не принимал, для вас это все равно акт отвержения. И задеть вас это так могло лишь в том случае, если вы сомневаетесь в себе и считаете себя недостаточно красивой. А это следствие жизни в браке. Это следствие отношений с вашим мужем. И вот в этом и нужно разбираться. Это и нужно корректировать. Если имеются какие-то комплексы, выбирать их. Если имеются какие-то препятствия, проблемы для того, чтобы вам самостоятельно развиваться, их нужно также убирать, осмысливать, понимать и обходить и идти дальше к своему развитию. К тому, чтобы быть тем человеком, который стремится к тому, что для него важно. Вполне вероятно, что здесь у вас наблюдается конфликт, конфликт ролей, когда с одной стороны вы понимаете, что вам нужно быть матерью, с другой стороны вам нужно быть супругой, своему мужу. И в-третьих, вы осознаете, что вы не являетесь женщиной, но вам этого хочется. Вот это нужно все соединить в индии. Как? Перестать бояться будущего, перестать бояться каких-то неудач, перестать бояться проявлять себя. Ну и наоборот, наоборот, быть смелым и в большей степени защищать свои интересы. И делать это в первую очередь с мужем. То есть сначала вы пытаетесь восстановить отношения за своим супругом. Тут нужно разбираться, какие у вас проблемы и почему все привело к тому же, к чему привело. Далее, если не получилось, то уже тогда думать о том, как вам жить дальше. Ну и работать над уверенностью в себе. Работать над уверенностью в себе так, чтобы вы чувствовали себя прекрасной, желанной, там, сексуальной и прочее. А мужчина, мужчина, он просто слабак, который вас отвергает. Он просто трус. Вот, серьезно. Это просто трус. И он не достойно того, чтобы вы переживали за его счет. Прямо это на протяжении всех отношений с вами, он только делает, что боялся. Боялся того, что вы, там, расскажете его жене, боялся, что вы оставите ребенка и прочее. Это просто трус и использование вас для своих целей. Вряд ли этот человек видел в вас что-то большее, но вы переживаете именно потому, что вам от него нужно то, в чем вынуждаетесь. И вот именно то, в чем вынуждаетесь, вам нужно получать. Но получать так, чтобы не быть зависимой от мужчин такого рода. А для этого он вынуждает решать свои проблемы в семье. В семье и внутри себя самой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.